МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале НИКТВ новости. В студии Мария Давыдова. Смотрите в этом выпуске. Успехи и проблемы родины двух цариц. Мещовский район отчитался перед областной властью и жителями. Дождей и весенняя копель в квартире. Жители армадановских двориков борются с коммунальными бедами. Сцены из постсоветской жизни. Калужских театралов угостят русским вареньем. Первый в России низкобюджетный международный аэропорт построят в Калужской области. О перспективах развития бывшего военного аэропорта Ермолина рассказал сегодня глава региона Анатолий Артамонов на пресс-конференции в московском агентстве Интерфакс и Тартас. На модернизацию объекта потратят более 11 миллиардов рублей. Строительные работы начнутся уже в этом году. Подробности у Сергея Панова. Аэропорт Ермолина насчитывает десятилетия бесперебойной работы. Вера и правда, он служил в военной авиации. Времена меняются. На смену боевым самолетам придут гражданские суда. Сейчас подключаются авиакомпании для того, чтобы развить этот аэродром. История очень богатая, поэтому экология, о которой беспокоятся дачники, соседи и так далее, она уже предмет разговора был очень много раз. И он сегодня не стоит так остро, как об этом кто-то будет беспокоиться. Бывший военный аэродром должен стать еще одним международным воздушным портом Центральной России. Идея была поддержана правительством страны, в частности, первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Планируется, что на первом этапе объем пассажиропотока в год составит около 7 миллионов человек, а в перспективе 40. Кроме того, в проекте хотят поучаствовать и другие структуры, на первый взгляд, к авиации, не имеющие отношения. Мы сейчас ведем переговоры с Аэроэкспрессом о том, чтобы продлить Аэроэкспресс от Клюкова до Ермолина. Мы уже осуществили развитие железнодорожной станции самостоятельно. Учитывая, что мы создали мультимодальный транспортно-логистический комплекс в непосредственной близости от аэропорта. И ничего не составляет сегодня эту железнодорожную ветку протяженностью там чуть более двух километров пробросить до аэропорта и подать туда Аэроэкспресс. Ермольна будет располагаться в 67 километрах от Московской кольцевой автодороги и в 45 от аэропорта Внуково. К этому надо прибавить две автотрассы – Киевское и Минское шоссе. Расположенный между ними аэропорт поможет перевозчикам оперативнее справляться с грузопотоком. Предварительно был изучен опыт передовой существующих действующих аэропортов совместного базирования, бывших милитаризованных аэропортов в Европе, именно лоукостов, которые сегодня существуют в мире, в Европе. Соответственно, и определялись основные характеристики для подбора данной площадки, данного аэропорта. Значит, это доступность, это удаленность определенная, это наличие логистических решений. То есть все эти факторы легли в основу, которые являются основополагающими при определении такого качества аэропорта, были легли в основу выбора данной площадки. Аэропорт построят, но кто будет летать? Основным перевозчиком выступает ЮТЕЕР. Руководство авиакомпании считает, Ермольно под силу разгудить напряженную ситуацию в небе над Москвой. Если прилетает одновременно в течение часа 50 самолетов, то нужно в 50 раз больше инфраструктуры, чем для обслуживания одного самолета. Наличие такой возможности сэкономить затраты с той точки зрения, что аэропорт, сам аэродром, аэродромная инфраструктура, полоса, она и так существует и используется для государственных целей, а на гражданскую авиацию будет возложено только лишь содержание гражданского сектора, и на этом можно серьезно сэкономить. Открытие Ермольно позволит создать около 4 тысяч рабочих мест. Это летчики и обслуживающий персонал аэропорта. Пункт прохода через государственную границу заработает в 2015-16 годах. А вот пассажиры по плану смогут оценить все преимущества нового международного аэропорта годом позже. Сергей Панов, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ, Москва. Эстафета отчетов глав районных администрации дошла до Мещевска. Мещевска год выдался знаковым. 775-летие города совпало с 400-летием дома Романовых. Но, как выяснил Вячеслав Леденев, не только юбилейными торжествами запомнились жителям эти 12 месяцев. Сядьте, вас вызовы. Ставшая уже традиционной очередь среди тех, у кого накопились вопросы жилищно-коммунального толка. Личный прием представителей министерств предшествует каждому итоговому отчету. Не стал исключением и Мещевск. Разве что вопросы к областной власти есть не только у населения, но и у глав сельских поселений. Тамара Стоборова здесь со спасительной миссией. Хочет узнать, как переселить жителей из аварийного жилья. А таких домов в селе железнодорожная станция Кудринская немало. Даны рекомендации, каким образом действовать, чтобы получить финансирование из областного федерального бюджета для расселения аварийного жилья и строительства нового. Программа существует, она утверждена, она принята, она согласована с Московским фондом реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Мы ждем единственных лимитов, в соответствии с которым будут распределены средства по степени готовности муниципальных образований. Вид Мещовска с высоты колокольни Благовещенского собора. Автор Алексей Никитин рассказывает, что один только этот вид стоит того, чтобы рискнуть и забраться туда, где спокойно себя чувствуют только профессиональные высотники. Доски шатаются, но рука держит камеру как никогда крепко. Опасность наступает дома вечером в постели, когда ложишься спать и вспоминаешь прошедший день и думаешь, что вот здесь ты мог бы, допустим, оступиться или там доска где-то шевельнулась и так далее. Вот там опасность наступает. А в момент, когда там находишься, то это максимальная собранность, максимальный контроль за своей безопасностью. Я это все как бы осознаю, сознательно все делаю, сознательно безопасно делаю. Но страх приходит потом. Дом культуры, где расположилась выставка возвышенного Мещевска, одно из достижений прошлого года. Полностью отремонтированный, он готов принять итоговый отчет. Глава районной администрации Владислав Поляков озвучил основные достижения. В городе отремонтировали дороги, дом культуры, построили фок, открыли многофункциональный центр. Газификация добирается до удаленных населенных пунктов. Среди вопросов от населения, когда многодетные семьи получат земельные участки и правильно ли это, что их можно продавать. С первым пунктом все понятно. В планах к началу лету раздать участки тем, кто встал на учет до первого января. Второй же не столь однозначный. Конечно, вопрос болезненный, потому что действительно молодые семьи берут эти земельные участки в основе своих, вот я с кем только не разговаривал, 80% они их продают. 80% продают. Правильно это или неправильно, тяжело сказать. Ну, какая-то поддержка все-таки от государства есть в многодетном семье. Пусть даже продают. Ну, какая-то, хоть какая-то поддержка. Пусть этот кусок земель не продали, там, не знаю, сколько он стоит, да. Ну, может быть, детишкам что-то купят. Другой вопрос. Почему Мещевский район не идет по пути самого региона? Не строятся технопарки, не развивается промышленность. Власти отметили, что работать в этом направлении обязательно будут, хотя ставка в первую очередь делается на сельское хозяйство. В планах на этот год строительство мегафермы в деревне Нестеровка. То, что открытие новых промышленных предприятий могло бы стать новым толчком в развитии района, отметил и заместитель губернатора Руслан Заливацкий. Тем более, что у местных властей теперь появится еще один стимул. В этом году мы введем новые правила по поддержке активных глав муниципальных районов. Эти правила будут заключаться, если так, грубо говоря, в следующем. Если район продемонстрирует рост инвестиционной активности и рост налоговых доходов, то такой район получит дополнительное финансирование из областного бюджета. Поэтому надо стараться. Работы впереди еще много, а критиковать всегда легче, чем делать. Руслан Заливацкий попросил жителей поддерживать своего главу. Особенно, если что-то не получается. Мещевцы возражать не стали. Вячеслав Леденев, Леонтий Ким, телекомпания НИКТВ, Мещевский район. Все, чем жил Наукоград в 2013-м и планы на ближайшую перспективу. Сегодня итоги года подводят в Обнинске. Перед тем, как заслушать доклад главы городской администрации, губернатор побывал на стройплощадке фармацевтического завода «Неармедик». Руководитель предприятия рассказал о ближайших перспективах. Уже завершаются отделочные работы и идет монтаж оборудования. Производство лекарственных препаратов начнется в мае этого года. Новое здание автовокзала Обнинска стало вторым пунктом рабочей поездки губернатора. Анатолий Артамонов осмотрел сам объект, поговорил с персоналом и одобрил произошедшие здесь перемены. Осмотрев также подземный переход и народный лифт, который строится на пожертвования горожан в здании местной клинической больницы, Анатолий Артамонов провел личный прием граждан и поучаствовал в собрании жителей, на котором подводились итоги социально-экономического развития города. Органы представительной власти предлагают принять участие в областном конкурсе. Его объявило законодательное собрание региона. За звание лучших могут бороться дома сельских и городских поселений, районов и городских округов. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Главные критерии оценки – квалифицированное правотворчество, в том числе и обеспечение эффективного социально-экономического развития своего муниципального образования. Также будет учитываться активность народных избранников в общении со своими избирателями и взаимодействие с общественными организациями, развитие самоуправления, привлечение жителей к благоустройству. Итоги конкурса подведут до 1 апреля. Цель не ради конкурса, не ради поощрений, а именно это совершенствование профессионального мастерства, обмен опытом и создание банкоданных лучших работ. И, соответственно, для нас задача, для нашей законопроческой работы. Вот такая наша с вами стартовая задача. Текущая крыша, ржавый водопровод и канализация. На все эти беды жалуются жители 69-го дома по улице Ромодановские дворики. Собственники квартир двухэтажки уверяют, их жилье превратилось в настоящий коммунальный ад и считают, что виной всему бездействие управляющей компании. А ее представители, в свою очередь, призывают жильцов объединиться. Мнение сторон и варианты выхода из ситуации в сюжете Олеси Утятниковой. Наснет таять снег, вот это все опять почернеет, это все, да, и стены почернеют, это потому что, ну, она пропитана все вот этой грибком. Владимир Кульгава еще не раз вспомнит день, когда переехал в дом по адресу Ромодановские дворики 69. Еще тогда, в 2000-м, эта квартира показалась ему, профессиональному строителю, подозрительной. Пришли, показали, вот нам вот такую квартиру. Заходим, ну, пятна. Там пятна, вот здесь были пятна. Все, там пятна. Ну, они уже устаревшие пятна. Ну, не во время дождя, они уже высохли. Они говорят, да, это ничего, мы уже подремонтировали крышу, это нормально, ничего там страшного нет. Страшное началось с первыми дождями. Перелатанная крыша, словно сито, пропускает все атмосферные осадки. Жильцы второго этажа в сырую дождливую погоду запасаются ведрами. В квартирах начинают журчать ручьи. И запах, и сырость, ну, невозможно. То, что здесь творится, тоже постоянно лохмоть и лохмоть осыпется. Хлопки штукатурки, вздутые обои, свою двушку в злополучном доме на Илья Шарафуддинова купила в июне прошлого года. О том, что с потолка иногда прорывается водопад, бывшие хозяева не рассказали. Не улучшили погоду и звонки в управляющую компанию. Когда мы звоним, говорят, вы не представляете, что у нас творится. У нас в квартире течет вода. Нет, мы представляем, они говорят. Но они же не живут в таких условиях, когда идет на улице дождь и льется у нас. Крышу над головой починила за свой счет. Ремонт обошелся в 43 тысячи рублей. А Владимир Кульгавый наремонтировал уже на 200 тысяч. И 15 лет потратил на борьбу за коммунальное благополучие. Предписания жилищной инспекции и прокуратуры, ответы из многочисленных инстанций единодушны. Зданию нужен ремонт. Но все так и остается только на бумаге. Пообещали, значит, в 2005 году мы будем делать капитальный ремонт. Сделаем, значит, капитальный ремонт. И с этим, значит, после капитального ремонта будем газ проводить. И будет газ. Ни газа, ни капитального ремонта, ничего. Подвал – еще один скелет в шкафу жильцов. Разбитые ржавые трубы – причина постоянных затоплений. Дырявый водопровод заливает соседей с первого этажа. С канализацией – та же песня. Из прогнивших труб периодически вырывается все содержимое. Вот по колено вот так вот это все было. И ведрами таскали. Я ведр 40 вынесу. Этот сосед сколько выносит? Ад самый настоящий. Возможность вырваться из этого ада есть, говорят в управляющей компании. Они готовы организовать ремонт, но за это нужно заплатить. Все жители должны собраться и решить, что в доме нуждается в ремонте. Потом выбрать председателя, которому выдадут бланк для списка проблем. В данном случае это крыша, водопроводные и канализационные трубы. В компании посчитают сумму, а жители определяют срок, за который ее соберут. Как только деньги накопятся, начнется ремонт. Потому что сейчас законодательство в полном объеме направлено на то, чтобы все вопросы решали собственники помещений и те, кого они выбрали по договору, то есть управляющие организации. И не надо жаловаться в органы власти, не надо жаловаться в жилищный инспектор. Нужно просто собираться и думать. Каждый дом считается сам за себя. Сколько денег есть на счете дома, на этот счет работы проводится. Здесь заявляют, собственников никто не обманывает. Просто накопленных на счете дома денег слишком мало для такого ремонта. И если жители не будут страдать в одиночку, объединят свои средства, то дома можно дать вторую жизнь. Олеся Утятникова, Андрей Бодрышев, Алексей Пехов, телекомпания НИКО-ТВ. В преддверии 25-летия вывода советских войск из Афганистана семи погибших воинов встретились с городскими властями. В этой войне 56 халужан погибли, двое пропали без вести. Многие воины-интернационалисты за проявленное мужество и героизм награждены боевыми государственными наградами. На встречу вгласили также родных и близких солдат, погибших в других горячих точках в Таджикистане и Чечне. Гостям раздали подарки. Родным погибших афганцев на вечное хранение передали юбилейные медали в честь 25-летия со дня вывода войск, чтобы из поколения в поколение передавалась память о подвиге. Мы очень благодарны и признательны вам, женам, матерям, братьям, сестрам, которые потеряли своих любимых, своих близких на этой войне. Мы всегда рядом с вами, мы вам очень благодарны, мы вам низко плавимся за то, что вы продолжаете жить, любить жизнь, трудиться и находиться вместе с нами. Тех людей, которых мы приглашаем, это вдовы, это матери погибших ребят, их объединяет одно, их объединяет это горе. Да, это страшная страничка в истории нашего государства, но она есть, и вырвать ее из истории невозможно. Об этом надо помнить, это надо рассказывать. Участники тех боевых действий соберутся сегодня в программе «Главное». Они расскажут о темных страницах истории и работе, которые ведут сейчас по увековечиванию памяти своих товарищей. Причем не только тех, кто прошел Афганистан, но и участников локальных конфликтов. Всего в них погибли 195 калужан. Прямой эфир начнется сразу после этого выпуска новостей. Телефон студии 557799. Их бизнес процветал на границе двух регионов. Климовский суд Московской области вынес обвинительный приговор молодому человеку и его сожительнице, которые продавали героин посредством закладок. Задержание и расследование дела вел калужский наркоконтроль. Какое наказание получили наркодельцы, знает Андрей Хорошавин. Что это такое? Оправдание без особой выдумки. Молодой человек по привычке использует уже хорошо заученные фразы. Судим неоднократно, нигде не работает. По версии следствия, вместе с сожительницей организовал продажу героина. На трассе М3 использовали так называемый метод закладок. Дело вообще не представляло особой сложности по доказательствам. То есть дело хорошо было на стадии предварительного следа, на стадии реализации было хорошо организовано, поэтому больших трудностей вообще не возникало. Подозреваемые быстро поняли, выкрутиться не получится. Потому уже сами все рассказывают и показывают тайники. Не только продавали, но и экспериментировали с рецептурой. На кухне оперативники находят еще один ингредиент. Им разбавляли чистый героин. Больше продукции с этой кухни не попадет на улицы. Климовский суд в Московской области принял однозначное решение. В соответствии с законодательством Российской Федерации приговорил женщину к 9 годам в колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима, мужчину к 10 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Наказание могло оказаться более суровым. Дельцов задержали в конце 2012 года. А с января 2013 вступил в силу новый закон, согласно которому за совершенное преступление они могли бы прописаться в колонии пожизненно. Андрей Хорошавин, Андрей Бодрышев, телекомпания НИК-ТВ. В областной драме готовят очередную премьеру. Сложная пьеса современного и модного автора Людмилы Улицкой вдохновила Александра Баранникова на постановку спектакля. На одной из репетиций побывала Ирина Жуавлева. Репетиции проходят эмоционально. Оттачиваются тончайшие нюансы. Едва заметные оттенки, интонации, чувства. Она смиряется с любым фактом, но постфактом. Но постфактом, да? Да. Но постфактом. Но постфактом, да. И сделай какое-то движение. Причем постфактом, да? Чуть как-то так, чуть... И тогда душа моя. Понимаешь? Ну да. Понимаете, вот какая-то реакция. Это классно будет, на самом деле. Работа над пьесой Улицкой «Русское варенье» для режиссера и художника – своеобразный виток спирали. Отзвук прошлых лет. Эта пьеса является парафразом, если так можно, выразиться в Вишневого сада. И где-то лет 20 с лишним назад мы с Максимом Александровичем Железняковым, будучи молодыми, ставили здесь, в нашем театре, Вишневый сад. И вот теперь, как бы, эта история спустя какое-то время. Александр Баранников говорит, что захотел рассказать историю об истинно русской интеллигенции, о связи времен, которая не рвется, несмотря ни на что, о людях, для которых главное – сострадание, любовь к ближнему, верность памяти предков. Эта история рассказывает как раз вот о таких людях, которые не сделали большого бизнеса, которые там не достигли, может быть, каких-то высоких постов, не занимаются какими-то мощными проектами. Это все новые веяния, и они должны быть, безусловно. Но они хранят вот какую-то память о прошлом. Они хранят какую-то память о прошлой России. Эта постановка, по мнению народного артиста России Михаила Пахоменко, должна зацепить поколение за ставшие перестроечные годы. Спектакль, который увидят калужане, можно назвать сценами постсоветской жизни. Вопрос поколения и моего, и молодых, она очень попадает в наши жизненные ситуации, вообще, нашего общества. Понимаете? Это новые русские, это люди, которые остались еще там. Вот, допустим, я, как бы ни говорили, я все равно человек советский. Режиссер решил пойти немного поперек пьесы. Те интерпретации русского варенья, которые идут на сценах крупных городов, в основном жесткого сатирического характера. А вот Александру Баранникову показалось важным, чтобы в этой истории был свет в конце туннеля, надежда на возрождение России. Пьеса заканчивается крахом и катастрофой. Но в каждом поражении есть отцвет победы. Ирина Журавлева, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКА-ТВ. Далее новости о спортех представит Николай Егоров. Николай, расскажи, каковы шансы нашей сборной на медали сегодня? Конечно, самое главное сегодня и ближайшие минуты это выступление нашего лучшего фигуриста Плющенко. В ближайшее время он, конечно, выступит. Об остальных олимпийских новостях узнаем через несколько секунд. Копилку нашей национальной команды вновь она пополнилась за счет одной бронзовой медали нашего биатлониста Гораничева. Об остальных новостях в нашем олимпийском дайджесте. Главное событие накануне на Олимпийских играх в Сочи было связано с соревнованиями спортивных пар в фигурном катании. Наша лучшая пара Максим Траньков, Татьяна Волсажар не оставили никаких шансов своим преследователям. Более того, после падения пары из Германии, россияне Ксения Столбова и Федор Климов завоевали серебряные медали. Сегодня стартовала в олимпийском турнире наша хоккейная сборная. Россияне одолели команду Словении со счетом 5-2. Впереди встреча со сборной США 15 февраля. В финал на дистанции 5000 метров вышла мужская сборная России по шорт-треку в эстафете. Борьбу за золото с нашими спортсменами будут вести команды Китая, Казахстана и Голландии. Сегодня мы связались с директором школы по спортивной гимнастике Ларисой Латыниной Ольгой Каркач, которая поделилась с нами эмоциями от Олимпиады. Волейбольный клуб АК в течение двух последних дней провел несколько матчей со Смоленским Фениксом. Наша команда готовится к важнейшим поединкам Высшей Лиги национального чемпионата. Николай, расскажи, а с кем будут играть наши волейболисты? С очень сильным клубом «Динамо» из Ленинградской области. Ну, пожелаем нашим спортсменам удачи. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова